Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцессе Шарлотте, всего 6 лет, но она уже отличается своенравным характером. Однажды она даже показала язык вместо традиционного приветствия, подобающего наследникам британского престола. Впрочем, шалости юной наследницы лишь умиляют членов королевской семьи. Не так давно принцесса Шарлотта взяла в привычку носить дома тиару, чем вызвало умиление поклонников. Дочь герцога в Кембриджске хорошо осведомлена о своей роли в британской королевской семье. Шарлотта знает, что она принцесса, и у нее уже есть игрушечная тиара, которую она носит дома практически не снимая, сообщил источник издания US Weekly. По словам инсайдера, девочка любит быть в центре внимания и, несмотря на свой возраст, чувствует уже себя взрослой. Ей нравится выбирать себе наряды вместе с Кейт, и если ей не нравится платье, которое она носит, она открыто выражает свои чувства. Она не чувствует себя смущенной перед толпой людей, в отличие от большинства детей ее возраста. Она самый уверенный ребенок кембриджских и является лидером в их семье. Кейт Мидлтон призналась, что Вестминстерское аббатство – особенное место для нее и ее супруга, принца Уильяма. Именно здесь 10 лет назад королевская пара обвенчалась, и здесь же проходят очень важные для семьи кембриджских мероприятия. В частности, в Вестминстерском аббатстве 8 декабря состоялась торжественная служба и благотворительный концерт «Вместе на Рождество». «Я очень рада возможности вместе с вами встретить Рождество именно здесь, в Вестминстерском аббатстве. Это место особенное для нас с Уильямом», написала Кейт Мидлтон на официальной странице герцогов кембриджских в Инстаграме. Этими словами герцогиня анонсировала эфир благотворительного мероприятия, которое было организовано в поддержку всех, кто во время пандемии не прекращал работать на благо общества. «Мы хотим выразить огромную благодарность всем этим удивительным людям, которые поддерживают свои сообщества. Мы также хотим отметить всех, чья работа обычно остается незамеченной. Включайте ITV в 7 часов 30 минут вечера в канун Рождества, чтобы увидеть специальное мероприятие «Вместе на Рождество», продолжила герцогиня Кембриджская. На мероприятии, которое состоялось в Вестминстерском аббатстве, присутствовали родители Кейт, Кэрол и Майкл Мидлтон, ее брат Джеймс и сестра Пиппа, а также некоторые члены королевской семьи принцессы Евгения, принцессы Беатриса и Зара Тиндал. Почетными гостями праздничной службы стали 1200 невоспетных героев, которых Кейт пригласила в знак благодарности за их усердный труд во время пандемии. Как известно из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса – омикрон, королеве Елизавете II пришлось отказаться от семейного рождественского обеда в Сандрингеме. Второй год подряд Ее Величество проведет праздник в Виндзорском замке. Сначала королева отменила традиционный обед перед Рождеством для тех, кто не сможет приехать в Норфолк на сам праздник. Однако теперь помощники королевы сообщают, что ее планы на отпуск все еще пересматриваются. По информации инсайдеров ради своих детей, вполне вероятно, Кейт Мидлтон и принц Уильям все-таки отправятся в Норфолк, чтобы посетить традиционную рождественскую службу. И хотя английская версия журнала Казмопалатон сообщает, что в этом году из-за пандемии Кембриджские останутся на Рождество дома, источник из окружения пары полагает, что Кейт и Уильям, которые вместе с детьми до каникул находятся на самоизоляции, сам праздник все-таки проведут в рамках королевских традиций. Вполне возможно, они навестят в Виндзоре Елизавету II, а также родителей Кейт, которые живут в деревне Баклбери, что всего в 33 милях от королевского замка. Принц Чарльз с супругой Камилой, принцесса Анна, принц Эдвард с женой Софь вслед за Ее Величеством также отменили свои праздничные мероприятия, чтобы снизить риск распространения вируса. В последние месяцы самочувствие Ее Величества оставляет желать лучшего. По мнению экспертов, все меры предосторожности, предпринятые членами королевской семьи, прежде всего были направлены на сохранение здоровья 95-летней Елизаветы II. В 2018 году королевская семья праздновала рождение третьего ребенка у принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В это же время принц Гарри во время интервью для британского ВОУ дал обещание защитнице природы Джейн Гудол иметь максимум двоих детей в связи с риском перенаселения планеты. Тогда его слова расценили как нападку на герцогов кембриджских. А сейчас сам Гарри с супругой подумывают о третьем ребенке. Об этом сообщает издание New Idea со ссылкой на приближенный к семье источник. Пара уже ей двое детей. В 2019 году на свет появился сын Арчи, а в 2021 году родилась дочь Лилибет Диана. По словам инсайдера, близкого к семье, именно Арчи заставил родителей пересмотреть свои взгляды. Гарри и Меган уже проводят исследования по поводу влияния многодетных семей на климат. Они считают, что могут внести более позитивный вклад в мир, воспитывая умных информированных детей, которые будут такими же во взрослой жизни. С тех пор, как в семье появилась Лилибет, Арчи просил маленького братика. Ни Меган, ни Гарри никогда не могут отказать ему. Сообщает источник. Ради этого герцоги сасекские готовы прибегнуть к ЭКО. Сами принц Гарри и Меган Маркл никак не прокомментировали эти слухи. В минувшее воскресенье прошла трансляция праздничного концерта, организованного герцогом и герцогиней Кембриджскими в Роял-Альберт-Холл. Мероприятие с участием таких британских звезд, как Джуди Лав, Билл Билли, Крис Мак Кослин и Джош Уиддикомп, состоялось еще в ноябре, и все с нетерпением ждали его выхода в эфир. Однако, по словам инсайдеров, больше всего томился в ожидании принц Уильям, который был обеспокоен тем, что в эфир попадут некоторые компрометирующие его и Кейт Мидлтон реплики комиков, выступавших на сцене в тот вечер. Говорят, что после просмотра телеверсии герцог Кембриджски даже вздохнул с облегчением, что ему удалось избежать публичного позора. Уильям сказал, что рад, что я не тронул его своими шутками. Я очень волновался, ведь упомянул его в начале. Но я думаю, что он считал меня более опасным комиком, чем есть на самом деле, рассказал Хэллоу. Британский комический актер Джош Уиддикомп, принц Уильям и Кейт Мидлтон не выдержали бы такого удара, если бы на фоне кризиса в королевской семье они стали объектом для публичных шуток. Уходящий год для всех обитателей дворца стал богатым на негативные события. Непримиримые разногласия с принцем Гарри и Меган Маркл, которые отказались от своих королевских обязанностей в марте 2020 года. Пошатнувшееся здоровье королевы – смерть принца Филиппа, судебный процесс над принцем Эндрю. Слава богу, все эти проблемы, ведущие мероприятия в Роял-Альберт-Холл обошли стороной. По мнению австралийской журналистки, герцоги Сасикские, прожив почти два года в Калифорнии и ведя свободную финансово-независимую жизнь, все еще только борются за то, чтобы стать влиятельными игроками в США. Как известно, когда на излете 2019 года принц Гарри обратился к отцу и заявил, что они с Меган хотят оставить обязанности старших членов королевской семьи и пуститься в свободное. В самостоятельное плавание принц Чарльз выпроводил младшего сына со словами, что для начала пусть он подготовит план своей будущей жизни. Но ни Гарри, ни Меган прислушаться не пожелали. Возможно, они переоценили и собственную значимость, и значимость своего бунта против британской королевской семьи. Сочли, что этого вполне хватит для триумфального шествия к вершине успеха и влиятельности в США. К сожалению, подводя итоги двух прошедших лет, можно сказать, что Гарри и Меган интересуют американскую общественность, а также шоу-бизнес, бизнес элиту и политиков, примерно как экспонаты, которые привезли в США из королевского зоопарка британской монархии. Именно так герцог Сасикский характеризовал жизнь британской королевской семьи, давая интервью Опре Уинфри. Что ж, во всяком случае о себе и Меган он и сейчас сможет сказать именно так. Передвижной зоопарк королевской семьи публика с интересом разглядывает. Бизнес элита охотно фотографируется с экспонатами, заключает с Сасиксами многомиллионные контракты. Справедливо полагая, что если даже Гарри и Меган ничего не сделают, никакого контента не произведут. На волне их скандальной популярности можно сделать неплохую рекламу. Но к влиятельности и успеху это имеет весьма опосредованное отношение. Вот и австралийский королевский комментатор Даниэла Эльзер заявила, что пара все еще похожая за всех сил пытается набрать обороты в качестве лидеров, которыми они, судя по всему, так стремятся быть.